МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минск чрезвычайный. Начало недели омрачилась трагедией, унесшей жизнь престарелой женщины. Несчастный случай или роковая беспечность с огнем? Пока неясно, отчего случился в понедельник пожар в доме на столичной улице Адаевского. О возгорании сообщили обеспокоенные соседи поздно вечером. Приехавшие на место ЧП спасатели нашли хозяйку, лежащую на полу в комнате. Рядом с ней дымился матрас и постельное белье. Спасатели передали женщину в бессознательном состоянии медикам, однако реанимация не смогла помочь пожилой пенсионерке. Известно, что погибшей было 79 лет, она инвалид второй группы. Причина пожара сейчас устанавливается. Стоит отметить, что жилище было оборудовано пожарными извещателями. Но они не сработали. Просто никто давно не менял севшие батарейки. Также с выше расположенных этажей на этом пожаре спасателям пришлось эвакуировать 6 человек. Вечером этого же дня ученик одной из столичных школ решил напомнить спасателям про Международный день защиты детей. Перепрыгивая через железные перила, мальчик застрял ногой между металлическими прутьями. На помощь бедолаге пришли взрослые, оказавшиеся рядом, но и как ни старались, своими силами вызволить ребенка они не смогли. И только бойцы МЧС с помощью гидравлического инструмента освободили третиклашку из металлического плена. Надеемся, что урок пошел впрок, и летние каникулы мальчик будет проводить уже более осторожно. Минск чрезвычайный. Но на этом беды с детьми не закончились. Во вторник вечером большой проблемой еще для одного маленького героя обернулась игра на одной из детских площадок в столице. Пятилетний ребенок стал пленником самой обычной детской карусели. Палец малыша застрял между ступенькой и металлическим барабаном. Прибывшие спасатели освободили руку, а врачи забрали смелого мальчишку в больницу с диагнозом закрытый перелом безымянного пальца. К счастью, впоследствии этот диагноз не подтвердился. В ночь со вторника на среду на МКАД столкнулись с сидельный тягач МАН и грузовик МАЗ. Из-за сильного удара водитель фуры оказался зажат в салоне. Сразу после того, как спасатели с помощью специнструмента освободили мужчину, его с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, а также открытым переломом обеих ног, передали медикам. Известно, что водитель МАН двигался по внутреннему кольцу МКАД в крайней левой полосе. Там же стоял и МАЗ дорожной службы. По одной из версий дальнобойщик уснул за рулем. Эта версия сейчас проверяется госавтоинспекцией. В четверг днем брошенный с вышерасположенного этажа курок стал причиной пожара на балконе квартиры по проспекту Пушкина, в результате чего имущество, находившееся на балконе, было серьезно повреждено. К счастью, в квартиру огонь не проник. Но копоти досталось кухне. В связи с этим хочется еще раз напомнить всем курильщикам. Будьте культурнее, тушите сигареты и бросайте в урны, а не из окон. А лучше и вовсе бросайте курить. Хорошего в этом нет ничего. Минск чрезвычайный. Пятница. Еще одна трагедия произошла на улице Голубева. О пожаре на 101 около 8 часов вечера сообщили соседи. Прибывшие на место спасатели установили, что горело имущество в двушке, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. В горящей квартире работники МЧС обнаружили в бессознательном состоянии 61-летнюю женщину и ее мужа. С отравлением продуктами горения женщина была доставлена в больницу скорой помощи. А вот хозяина квартиры спасти не удалось. После проведения сердечно-легочной реанимации врачи констатировали его смерть. Из вышерасположенных квартир по лестничному маршу с использованием масок для спасаемых работники МЧС эвакуировали пять человек, в том числе двоих детей, 2007 и 2010 годов рождения. Со слов соседей, жильцы квартиры характеризовались посредственно, курили. А пострадавшая женщина даже состояла на учете в психиатрическом диспансере. Все причины этой страшной трагедии устанавливают специалисты. По предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Суббота пополнила статистику автопожаров. Вечером на проезжей части по проспекту Держинского, предположительно по причине поджога, загорелся припаркованный «Форд Транзит» 92-го года выпуска. Благо подоспевшие вовремя огнеборцы успели потушить автомобиль. Поврежденной оказалась лишь обшивка автомобиля, ну и немного копоти досталось и салону. Эксперты устанавливают причину сильного пожара, произошедшего в этот же день. Огненный факел в субботу на партизанском проспекте могли видеть многие. Полыхала квартира на девятом этаже. Очевидцы заметили пожар только когда стихия уже вышла из-под контроля и вырвалась за пределы квартиры. Пламя тушили сразу с двух фронтов, со стороны улицы и со стороны подъезда. Внутри комнат катастрофические повреждения. Однако ЧП, к счастью, обошлось без жертв. В момент пожара в квартире никого не было. Минск чрезвычайный. Ранним воскресным утром в результате, скорее всего, короткого замыкания электропроводки, загорелось имущество и отделка в металлической бытовке поста охраны на территории строительства паркинга по улице Бурдейнова. К счастью, пострадавших нет. В этот же день, в обеденное время, еще один окурок, брошенный неустановленным лицом с выше расположенного этажа, стал причиной загорания дивана на балконе квартиры по Логойскому тракту. К счастью, спасатели оперативно прибыли к месту вызова, огонь удалось быстро ликвидировать, и в квартиру он не проник. Спасатели уверены, что любой ЧС легче предупредить, а именно во время каникул значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. В связи с этим в республике проходит профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня», направленная на предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций. В рамках акции, которая проходит в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, работники МЧС совместно со СВОДом проводят профилактические беседы с детьми, демонстрируют тематические обучающие видеофильмы, после чего полученные от детьми знания закрепляют на практике. Дети с удовольствием участвуют в викторинах по ОБЖ и решают ситуационные задачи. Ну что ж, на сегодня на этом все. Берегите себя и своих детей. До встречи через неделю. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.